Продолжение следует... Я буду брать в данном случае произведение Маркса «Капиталы» и попытаюсь изобразить, сначала изобразить, в чем состоит модель Маркса, политэкономию, а потом попытаться провести какую-то критику. Причем эта критика будет основываться на том, что просто я изображу в терминах Маркса же, марсовской же политэкономии, другое представление о том, что такое капитализм. И вот в этом другом представлении будет видно, в чем как бы Маркс был прав, в чем как бы Маркс ошибался. Иначе говоря, критика будет состоять в том, что мы просто сравним две модели, и на основе сравнения будет видно, в чем как бы недостаток марсовской модели. Давайте приступим. Изначально проблема, которая ставится капиталистической политэкономией, состоит в том, откуда возникает превращение капитала. Если мы говорим, что был капитал К, и потом он стал К1, К штрих лучше написать, возникает вопрос, вот дельта К, больше 0, откуда она взялась? Откуда возникает превращение капитала? Маркс, анализируя производство и товарный обмен, выделяет следующую форму товарного обмена. Товар, деньги, товар. В данном случае деньги являются просто средством обмена, средством, через которое товар обменивается на товар. Собственно, эту формулу можно было переписать, как это делает сам Маркс, что товар меняется на товар. Это форма товарного обмена. Но наряду с этой формулой Маркс замечает, что есть еще и другая формула. Это деньги, товар, деньги. И вот эта вот формула, где, собственно, целью уже является не на обмен товарами, потому что товар представляет собой некую потребительскую стоимость, и, собственно, здесь происходит некая просто обмена одной потребительской стоимости на другую. Здесь целью являются уже просто деньги, как бы, и весь вопрос, который связан с тем, что такое капитализм, Маркс рассматривает на основе следующей формулы. Когда деньги, товар, деньги и штрих, и деньги и штрих минус деньги, да, вот это вот некое приращение денег, оно больше нуля. Весь вопрос, связанный с капитализмом, связан с тем, каким образом происходит приращение капитала. И получается, что то исходное приращение капитала, о котором мы говорили, оно сводится к тому, что приращиваются деньги. Вот это вот, собственно, как бы и есть то, как Маркс понимает, что такое капитал. Как, каким образом деньги становятся не средством для обмена товарами, а каким образом деньги становятся средством для увеличения количества денег. Таким образом деньги становятся капиталом. Ну, и объяснение, которое можно было привести, откуда берутся эти деньги, ведь на самом деле из ничего ничего не возникает, и поэтому мы должны понимать, на самом деле, откуда берутся эти деньги. Если на это воззрение, по поводу того, откуда берется приращение капитала, существует две возможности. Первая возможность, что приращение денег есть не что иное, как изменение, вот у Марса есть такая составляющая, переменная составляющая капитала, которая связана с тем, что капитал тратится на наем рабочей силы. И вот изменение этой части капитала, поскольку наемная сила является таким товаром, который сам производит стоимость, и анализирует, каким образом может возникнуть здесь приращение, Маркс доказывает, вполне очевидно, что часть рабочего времени, рабочий работает на то, чтобы обеспечить свою зарплату, а вот Дельта В – это та часть рабочего времени, которую капиталист не оплачивает рабочему, которую рабочий работает на капиталиста. И то, и другое – это некоторый вложенный труд. И, собственно, вся загадка от того, как превращается капитал, состоит в том, что капиталист, ну, не обязательно он это делает сознательно, но просто в данной системе капитализма он присваивает часть неоплаченного труда рабочего. Это первый вариант. А второй вариант, за которым стоят такие имена, как Адам Смит и Рикардо, и другие политэкономы, они говорили о том, что тот прибавок, который мы здесь имеем, прибавка денег, она связана с некой наценкой, да, вот есть наценка. Здесь есть некая проблема, связанная с тем, что если все совершают наценку, то, собственно, откуда возьмутся последние деньги, да, потому что… Ну, мы этот вопрос потом изучим просто для того, чтобы не сбрасывать все в одну кучу, да, вот. Вот, главное, вот две возможности. Либо… То есть эта наценка появляется в обмене. Наценка в обмене. Собственно, как бы и Маркс говорит, что вот обнаружение вот этой вот части, части прибавочной стоимости, она возникает только в обмене, да. Да, собственно, само производство, она как бы незаметна. И только в обмене возникает вот эта вот прибыль. Вот два способа, два воззрения на то, как образуется прибыль. Давайте рассмотрим сначала модель Маркса, будем говорить, что это модель Маркса. И будем называть так условно, это модель Адама Смита. Адама Смита Рикардо. Вот сейчас мы эти две модели рассмотрим, и на основе этих двух моделей, это может будут уже попытаться какие-то сделать выводы. Давайте начнем с модели Маркса. Вот как рассуждает Маркс. Он говорит, что капитал состоит из двух частей. Из постоянной части и переменной части. Постоянная часть капитала – это у нас средства производства, производства и материал, из которого производятся товары. А переменная часть капитала – это та часть капитала, которая тратится на наем рабочей силы. И, собственно, как бы вся проблема состоит в том, каким образом возникает дельта К. Каким образом в процессе производства у нас возникает в новом состоянии К-штрих, в новом состоянии К-штрих, у нас происходит приращение капитала. Дело в том, что Маркс справедливо замечает, что постоянная часть капитала вроде как не может давать приращение. Поэтому все приращение, которое вот здесь обозначено приращение капитала, есть не что иное, как приращение переменной части капитала. Ну и логично, рассуждая то, что если это приращение является переменной части капитала, у Марса появляется, что… А как это возможно? Это возможно только в том случае, если рабочие работают часть времени как бы на то, чтобы восполнить, вернуть вот этот вот затраченный, авансированный капитал, который затрачен на наем рабочей силы, а часть времени работает дополнительно на капиталиста. Маркс рассматривает многочисленные примеры и показывает на самом деле, как это происходит. Вот такая простая схема. Единственное, что сразу обращает на себя здесь внимание, что у нас прибыль, обозначим, ну, дельтыка, она почему-то зависит от количества людей, которые участвуют в производстве. Есть некая функция – количество людей. n – это количество рабочих. Почему? Потому что сама, сам переменный капитал, он пропорционален количеству рабочих. И, условно говоря, если меньше рабочих, значит, меньше сумму может капиталист, меньшую сумму прибавочной стоимости капиталист может себе присвоить. И вот эта вот зависимость немного странная. Давайте к ней обратимся немного подробнее. В чем здесь возникает проблема? Для того, чтобы пояснить парадоксальность этой формулы, необходимо рассмотреть ее на примере модернизации производства. При модернизации производства, как правило, количество работающих сокращается, вводятся, допустим, какие-нибудь новшества, вводятся какие-то изобретения, там, допустим, конвейер или что-то еще. То есть количество рабочих, которые заняты на производстве, сокращается. Но это есть некая такая тенденция. И получается, что в каком-то отношении будет сокращаться прибыль капиталиста. Да, конечно, капиталист, вводя новшество, он уменьшает себестоимость продукции своей. И кажется, что на самом деле одно другое погашает. На самом деле это не так. И можно обратить внимание. Давайте эту ситуацию изучим более подробно. Ну, пусть у нас до модернизации работало 10 человек. И второе, пусть после модернизации остался один человек. В силу того, что труд, который рассматривает Маркс, стоимость рабочей силы, которую рассматривает Маркс в своем капитале, она является абстрактной рабочей силой. Мы можем пренебречь разницей зарплаты одного человека, который получал свои средства до модернизации и после модернизации. Можем считать, на самом деле, примерно, что зарплата осталась та же. Ну, или она незначительно поднялась. Это несущественный вопрос. Потому что действительно рабочий труд, как его описывает Маркс, он описывает рабочее вне времени. И рабочее время, которое тратит человек в составе работы до модернизации, и после модернизации, и рабочее время одно и то же. И поэтому в некотором отношении вполне вероятно, что и зарплата будет одинакова. Если зарплата будет одинаковая, а функция нашей дельта К, которая является пропорциональной некоторой функцией от В, по количеству человек, она явным образом уменьшится. Поскольку количество человек стало меньше, как бы и то капиталист присвоит труд, возможность присвоит труд рабочего стала меньше, и, собственно, его прибыль, связанная с присвоением прибавочной стоимости, она уменьшится. Но здесь есть два варианта, на самом деле. Во-первых, первый вариант, он связан с тем, почему капиталист, в принципе, заинтересован в ведении некоторых технических новшеств. Почему он заинтересован вообще в техническом прогрессе? Потому что он уменьшает цену товара. Уменьшает цену товара, капиталист тем самым имеет преимущество на рынке некоторое время. Некоторое время капиталист имеет преимущество на рынке и может продавать этот товар по каким-то своим ценам. Потом со временем это преимущество теряется, поскольку, допустим, данное какое-то изобретение, оно становится общим. В силу конкуренции все стремятся понизить стоимость своего товара, поэтому это работает элемент конкуренции. И, собственно, второй вариант, это когда цены выравниваются у всех. Когда вот цены выравниваются у всех, тогда получается во втором случае уже дельта К, она будет связана, она просто будет равняться дельта В, то есть переменная часть капитала от одного человека. Здесь у нас дельта К надо было написать, что она равняется переменной частью капитала от десяти человек, а здесь от одного человека. И уж явным образом она будет меньше прислой иммунного труда от десяти человек. И вот на этом примере показывается, что я, честно говоря, не хочу входить в математические вычисления, можно это проделать, можно учесть тот факт, что, с одной стороны, капиталист вкладывает средства для того, чтобы модернизировать свое производство, а с другой стороны, он экономит на зарплате девяти человек, как бы, и там вроде возникают, ну, более сложные вычисления, да, так бы, я просто не хотел входить в эти вычисления, потому что они слишком громоздкие, ну, как бы, они, на самом деле, просто не вносят никакое понимание. Просто эти вычисления, они как раз, и вот это связано с этим преимуществом, которое капиталист получает в некоторое время, да. Потом это преимущество теряется, и, собственно, вся экономия теряется, и возникает вот все, что вся его прибыль, будто она связана с присвоением прибавочной стоимости, связанной с тем, как ее производит один человек. И, собственно, получается, что капиталист, внедряя... увеличивая производительность труда, то есть внедряя некое новшество, он на самом деле теряет прибыль. Марс этот вопрос обсуждает, он связан с тем, что с внедрением... с внедрением... с внедрением новшеств и повышением производительности труда у нас постоянная часть капитала растет, а переменная часть капитала падает. И, соответственно, отсюда следует, что норма прибыли, которая связана согласно Марсу, она падает. у нас получается, что капиталист все больше и больше вкладывает капитала, а норма прибыли падает. И теперь предположим, на самом деле, что капиталист не присваивает... такой предельный вариант, посмотрите, да, как будто капиталист не присваивает прибавочную стоимость рабочего, то есть доль ТВ равняется нулю, а отсюда тогда будет следовать, что прибыль, прибыль, то есть превращение капитала будет равняться нулю. Иначе говоря, как бы... в предельном переходе такой логики, да, капиталист не заинтересован в увеличении... ну, то есть вот что это такое-то, как будто, если брать, как бы крайний пример, это роботизированное производство, где, как бы, человеческий труд, ну, почти полностью заменен трудом робота. Да, и получается, что в модели Маркса капиталист должен был, по идее, быть не заинтересован в введении какого-то всякого рода новинок и изобретений и повышения производительности труда. Потому что повышение производительности труда сокращает количество человек, занятых на производстве, да, и тем самым уменьшает его прибыль. Но даже если капиталист составляет количество человек, занятых в производстве, и увеличивает просто вложенный свой капитал, да, вот он просто расширяется, да, то тем не менее у него все равно падает норма прибыли на капитал. И причем падает она тем способом, что в предельном переходе вообще его норма прибыли будет равняться нулю. Вот это вот странная, как бы, закономерность, которая сразу бросается в глаза в модели капитализма Маркса. Откуда берется такая такая странность? Дело в том, что Маркс вводит в капитали два допущения, да, которые существенно влияют на анализ того, что представляет собой капитализм. Первое допущение. Оно связано с тем, что когда Маркс говорит о деньгах, он деньги, да, приравнивает к золоту. То есть такому товару, как золото. И у него получается, что что золото все является тем эквивалентом, через который происходит обмен товаров. Да, и поскольку золото является некой стоимостью, которая, хотя эта стоимость, как стоимость товара, немного колеблется на рынке, но тем не менее она является стоимостью, да, то у него невозможна такая вещь, как древолюанс. Древолюанса невозможна, и поэтому система его капитализма, если представить себе всю совокупность товаров, весь валовый продукт, она представляет некую замкнутую систему, да. То есть валовый продукт, он растет, но он растет на величину произведенной стоимости, то есть на величину вложенного труда. Но эта система замкнута в том смысле, на самом деле, что вот это приращение денег неоткуда взяться извне, потому что система замкнута и нет девальвации, то есть не происходит никакого расширения, хотя экономика растет, и она растет за счет вложенного труда, да, но поскольку, как бы, есть закон стоимости, при котором все товары обменились, согласно своей стоимости, да, то дельта-д неоткуда взяться, кроме как из перераспределения долей капитала, да, вот есть некое перераспределение общего пирога, который существует, да, и капиталист, как бы, вот он часть зарплаты платит рабочему, а часть, он выплачивает рабочему только часть зарплаты, а часть, которая связана с прибавочной стоимостью, он присваивает себе. Собственно, просто вот и такая ситуация возможна только в том случае, если нету такого механизма, как девальвация, да, вот если нет механизма внешнего притока в систему денег. Система, как бы, растущей экономики, да, она растет, но тем не менее, она в силу того, что деньги имеют золотой эквивалент, да, вся прибыль может возникать только в силу того, что, как на бирже, да, как в силу перераспределения исходной стоимости. То есть, вот как на бирже, если пренебречь брокерскими расходами, да, если как бы считать, что на бирже люди обмениваются без дополнительной нагрузки, да, тогда получится, что на бирже деньги каким образом перераспределять? тот, кто выигрывает, он просто получает ровно столько денег, сколько другой проигрывает, да, всегда прибыль на бирже связана с тем, что кто-то должен проиграть. Точно так же и в схеме Маркса, да, вот в модели Маркса перераспределение денег происходит за счет того, что кто-то выигрывает, ну, выигрывает в том смысле, что каким-то способом присваивает деньги другого, да, а кто-то проигрывает, да, кто-то как бы проигрывает в том смысле, что как бы он недополучает. И поэтому совершенно очевидно, что в такой системе ниоткуда было бы взяться прибыли, кроме как из получения, кроме как из недоплаты, да, или как бы присвоения части стоимости, которую производит работник, которую производит рабочий. Тут первое допущение. А второе допущение, оно вот связано, как я уже говорил, с тем, что Маркс вводит некое понятие абстрактный труд. Абстрактный труд. Да, и этот абстрактный труд, поскольку, он говорит, что всякий труд всякий труд имеет некую меру своего сравнения в стоимости товаров, поскольку товары циркулируют на рынке, то тем самим фактом того, что они обменяются друг к другу на друг друга, возникает такой, возникает такой фактор, как некая мера, мера, к которым один труд приравнивается к другому. И он говорит о том, что можно пренебречь различными видами труда и говорить о каком-то простом труде. Он говорит, иначе говоря, какой-то более сложный труд есть на самом деле некий коэффициент, умноженный на простой труд. То есть, просто есть некая функция, еще линейная функция, как бы, от простого труда. И поэтому весь абстрактный труд может свести такую вещь, как время. время. И вообще в капитале продолжительность рабочего дня. Продолжительность рабочего дня. И в капитале очень много именно таких рассуждений, где рассматривается, что рабочая часть рабочего времени, что 50 процентов рабочего времени рабочий работает на себя, а 50 процентов рабочего времени работает на капиталиста. И везде речь идет о времени. Иначе говоря, абстрактный труд в силу того, что он приравнял все виды труда, как бы он свелк, можно этот абстрактный труд свести к некой более понятной мере, а иначе говоря, о линейной мере как время, и с помощью этой меры уже мерить, собственно, труд. То есть продолжительность рабочего времени. Вот два таких введения, они обеспечивают логику Маркса и, собственно, как бы поясняют его модель. Для того, чтобы как бы перейти к критике этой модели, надо рассмотреть модель, ну я ее условно назвал модель Адама Смита Рикардо, Смита Рикардо, которая связана с тем, что можно понимать приращение денег не как присвоение капиталистам прибавочной стоимости, произведенной рабочим, а как некую торговую нацелку. Потому что и Маркс тоже говорит о том, что прибыль капиталиста, она возникает уже при обмене, а не, собственно, в производстве. Давайте рассмотрим этот модель. В чем состоит этот модель. У нас опять возникает, капитал равняется, будем рассуждать в терминах Маркса для того, чтобы сравнить две системы. Да, вот есть постоянный капитал, переменный капитал. Это первое. И К-штрик, как бы, это момент, когда продукт был произведен, да, вот мы перешли во второе состояние. У нас, опять же, переменный капитал, постоянный капитал остался тем же, он полностью перешел на продукцию. Переменный капитал точно так же полностью перешел на продукцию, то есть зарплата, она учтена в стоимости товара, да, и приплюс некой дельта-д. Дельта-д это нацелк, торговая нацелк. На самом деле, в этой модели, это модель Адама Смита Рикардо. Торговая нацелк. Счет состоит в проблеме с этой моделью. Счет состоит в том, что если все наценят дельта-д, то, как бы, получится, что никто не выиграет. Действительно. Вот, допустим, посмотрим первую ситуацию. Вот два капиталиста, да, обмениваются своими товарами. Каждый из них производит какой-то товар. Вот, если этот капиталист наценил на свой товар, вот, у него есть себестоимость, и он наценил некую наценку дельта-д, да, на эту себестоимость. И этот капиталист точно так же на свою себестоимость, да, С1, наценил свою дельту, свою дельту. Они обменялись товарами. Получилось, что каждый из них, на самом деле, ну, предположим, что дельта, что они наценили, ну, это не умоляю обществу, можно сделать, что у них наценки одинаковые, да. То при обмене получится, что они ничего не получат только, что и каждый из них обменяет товары по себестоимости. То есть получится, что каждый из купит товар ровно столько, сколько он стоит просто в силу вложения труда. Каждый товар, в нем каждый товар имеет некую общую меру, связанную с вложенным в него трудом. Получится, как никто ничего не заработает, собственно, и как бы получится просто такой обмен. А ведь хотелось бы получить прибыль. Можно теперь взять более сложную цепочку, где участвует там не один, но можно показать, что не два капиталиста, а какой-то N капиталистов. И если эта цепочка опять же вот так замыкает, и опять же получится, что общее приращение будет равно нулю. Вот если так 8 капиталистов по кругу, в результате нацепки проходит по кругу, зацикливается, и опять же, получается, никто ничего не зарабатывает. Единственная возможность выйти из такой замкнутой системы состоит в том, что есть некий последний потребитель, который, собственно, просто потребляет уже не стоимость товара, как в данном случае, а потребляет потребительскую стоимость. То есть он просто использует этот товар уже никуда его не продавая, и не используя его, как, например, в обмене двух капиталистов в качестве материала для производства вот другого товара. То есть иначе говоря, допустим, вот и существуют у нас вот такие замкнутые цепочки, да, внутри как бы капиталистической системы, да, и вот все они как бы извлекают прибыль из того, что продают некому конечному потребителю, потребитель, то есть цепочки разрываются, и вот этот потребитель, собственно, и платит эту дельту. Да и она здесь уже больше нуля. Поэтому в такой системе при понимании, что дельта, которая получается в результате увеличения капитала, она связана просто с наценкой, она, возможно, только в том случае, если действительно есть такие потребители, да, конечные, которые используют товар просто по назначению, согласно своей потребительской стоимости. И вот это и есть понятие потребительского общества, да, почему оно, почему, как бы, оно существенно, допустим, вообще для понимания экономики. Поэтому, как бы, если в этой системе, в общем случае, прибыль оказывается связана с тем, что потребитель выплачивает некую дельту, да, то это получается, что этот потребитель должен где-то дельту взять. Откуда он эту дельту может взять? Потребитель сам на самом деле тоже где-то работает, да, и он зарабатывает какие-то деньги. Но на самом деле его деньги, если рассматривать в системе, которую рисует Маркс, да, вот он получает некую зарплату, связанную с переменным капиталом, она ему выплачет, то на самом деле он эту, если, если учесть замкнутую, если мы берем, опять же, экономику замкнутую, да, если у нас деньги приравнены к золоту, и возникает замкнутая система, да, и нет никакого притока, извиня, ну или приток к этому золоту, он, наверное, там, медленный вообще, да, то есть никакого нет притока, как бы экономика расширяется только за счет вложенного труда, то тогда вот эта дельта на самом деле, она будет связана с тем, что каждый раз что каждый раз количество товаров будет производиться больше, чем возможность у людей приобрести их, да, почему? Потому что сама их зарплата, она уже учтена, учтена в стоимости товаров. И получается, что приращение капитала, вот если брать валовый, если брать валовый продукт, валовый продукт, валовый продукт у нас как вычисляется? Вот, валовый, это будет сумма всех товаров, ну, товар, давайте, сумма всех товаров, да, это будет сумма всех себестоимостей, которая включена, кстати, и В, да, сюда включена, плюс сумма всех торговых наценок. Поскольку В включена в себестоимость, то получится, что, а возможность потребителя обеспечить вот эту дельта В, она будет связана с тем, что существует некая вот потребительская возможность, да, она будет связана с тем, что существует сумма всех вот этих В. Причем, если учесть, что С у нас, С у нас есть не что иное, как себестоимость, она связана с С плюс В, да, вот, вложенный капитал, то получается, что В уже учтено, заложено в валовый продукт, и получается, при, то есть, покупательная способность, она всегда будет отставать от количества валового продукта. И мы будем получать то, что называется кризис перепроизводства. Почему? Потому что покупатели, они могут обеспечить покупку только части валового продукта, и они не могут обеспечить покупки, как бы, покупку всего товара. Почему они не могут это сделать? Потому что вот это дельта Д, неоткуда взяться, да, и, собственно, для того, чтобы покупатели вообще могли что-то продавать, продуктов надо произвести больше, и когда мы продуктов производим больше, у нас получается больше вложенного труда, то есть, иначе говоря, каждый раз опережающим образом количество продуктов, товаров будет больше, быстрее расти, чем будет расти покупательная способность покупателей. И, соответственно, возникают кризисы перепроизводства, при которых, как бы, товара просто некуда девать. В марксовской модели эти кризисы производства понимались как просто связаны со стихийностью капиталистической экономики, то есть, отсутствием планирования, и они вызываются тем, что просто деньги спешат перейти в ту отрасль, которая дает больше нормы прибыли, да, и поскольку они там, как бы, накапливаются, да, возникает кризис в этой отрасли, да, как бы, кризис перепроизводства, тогда деньги, как бы, перекатываются в другую отрасль. Вот такая система, да, и эта система, на самом деле, она существовала, ну, как бы, вот эта система, как Мадам Смит и Рикарда, они не могли объяснить, как будет с ней быть, да. Маркс в этой системе объяснил тем способом, что он сказал, что вот эта наценка, на самом деле, не является наценкой, а является утаиванием товара. То есть, он, как бы, вернулся к старому философскому тезису, что из ничего не возникает, и поэтому дельта Д, на самом деле, есть вот эта вот прибавочная стоимость, да, вот, прибавочная стоимость, которая производит рабочий, который не оплачивается. И тем самым, как бы, вот этот парадокс, который здесь возникает, он, как бы, убрал. Но на самом деле, этот парадокс можно убрать еще и другим способом, да, вот. Для того, чтобы это показать, надо взять третью модель. Третья модель – это инфляционная экономика. Она связана как раз с тем, с той возможностью, что деньги, вообще говоря, можно от золота отцепить. И на продленном этапе, по-моему, в 70-х годах, если брать историю, это связано с тем, что была система Бертен-Лутская, при которой доллар был привязан к золоту. Иначе говоря, это была замкнутая система, в которой производство денег регулировалось возможностью производства золота. Поскольку золота было мало, то система была замкнута. С определенного момента поняли, на самом деле, что деньги можно от золота отцепить, иначе не используют, намерены использовать девальвацию. Это что означает? Это инфляционная система. Инфляционная система. Ну, все то же самое, опять же, мы рассуждаем в терминах Маркса. У нас в начале капитал равняется С плюс В, а потом капитал, первое, да, а потом капитал, пусть ставка от товара произведены, равняется С плюс В плюс дельта Д. Причем это дельта Д, как обнаруживается, естественно, в обмене, да. И тогда возникает следующая система. Опять же, можно рассмотреть, что по системе, в циклических замкнутых системах получится, что... Да, и если бы мы рассматривали, опять же, деньги как привязанные к золоту, то у нас опять получилось бы, что в циклических системах, в циклических замкнутых обменах возникала бы нулевая прибавка, да. То есть люди менялись бы просто, там, меняли бы товары по своей себестоимости, собственно, выгода бы означала бы только продажу последним потребителям, да. То есть тому потребителю, кто использует данный продукт. Но если у нас есть инфляционная система, то в инфляционной системе это не так. В инфляционной системе ее можно было бы изобразить следующим образом. Вот есть некая система, да, экономики, как целая, да. И к нам со стороны приходят, печатаются деньги. То есть есть такое производство, это производство денег. Производство денег, которое никак не связано с производством золота. Дело в том, что производство денег должно быть, если мы каждый раз, мы имеем... Ну, каждый раз экономика ведь растет, растет за счет того, что каждый раз складывается труд. И поэтому, как бы, есть какая-то необходимость постоянно печатать деньги, связанные с тем, что... В силу того, связанные с тем, что просто каждый раз продукт увеличивает свою стоимость. То есть валовый продукт растет, да. И растет он в связи с тем, что, я еще раз говорю, что вкладывается все больше, ну, вкладывается труд. Это одно, но инфляционная система, она позволяет учесть еще не только вложенный труд, она учесть также и на цену. Ну, давайте рассмотрим, в общем случае, вот наш валовый продукт. В начале, до того, как произведен товар, будет равняться сумма себестоимости, прибавить сумму всех на цену. Да? Это первое. А вот когда товар произведен, ну, допустим, здесь какая-то отсечка, да, ну, здесь, понятное дело, что валовый продукт, как бы, надо просто... Ну, допустим, в течение года там валовый продукт увеличился, и вот это увеличение валового продукта, да, оно, опять же, будет некая сумма себестоимости. Ну, давайте, это штрих прибавить, сумма на цену. Ну, давайте, не умоляю обществе, будем считать, что себестоимость одна и та же. Но... Потому что, конечно, себестоимость приращивается, да, за счет уложенного труда, но для нас это, честно, несущественно. И тогда получится, что возникает вот эта вот существенная разница, которую мы уже не можем избежать, да, вот между наценками. Потому что каждый раз возникает вот увеличение количества денег, да. Требуемое для того, чтобы... Ну, поскольку увеличилось количество себестоимости, то, соответственно, увеличилось количество необходимых наценок, да. И поэтому возникает вот какая-то необходимость, напечатание денег, которые не обеспечены никаким товаром. То есть они обеспечены... Это является чистой наценкой. И эти деньги необходимо напечатать для того, чтобы обеспечить вот такой рост прибыли. То есть прибыль здесь возникает за счет увеличения количества денег, которые печатаются. И вот, собственно, пример такой экономики, например, вообще такого инфляционной экономики можно взять, допустим, современные Соединенные Штаты, да, которые печатают доллары, да, и экспортируют их в другие страны. Собственно, они просто экспортируют свою инфляцию. Они что делают? Они увеличивают... Благодаря этому увеличивают количество масс... Обеспечивают все свои наценки, да, которые их экономика производит. И в то же время, как бы, не дают возможности ценам внутри своей страны расти за счет того, что они просто продают эти деньги, как бы, в другие страны, да. То есть они обеспечивают инфляцию, то есть они всю свою инфляцию, связанную с тем, что деньги просто не обеспечены товаром, да, они ее экспортируют и продают в другие страны. Ну, точно так же, как, собственно, как бы и евро сейчас этим занимается. Точно так же, как должны, по идее, действовать и другие валюты, да. И вот возникает некая война валют, да. Война валют, связанную за тем, чтобы экспортировать свою инфляцию. Но существует, помимо инфляционной вот такой прибыли, существуют и другие способы использовать возможности наценки. И эти возможности наценки, у них уже говорил и Маркс, и они связаны с уменьшением себестоимости товара в какой-то краткий промежуток времени с введением каких-то новшеств, да, технических усовершенствований. Ну, давайте рассмотрим все возможности такие. Потому что если мы рассматриваем экономику в смысле наценок, а если мы считаем, что, ну, в данном случае, в понимании Канта у нас дельта выравняется 0, да, то есть рабочему выплачивается вся зарплата, которую он заработал, то есть рабочее время его оплачивается полностью, да, и все, и все, все, все приращение капитала понимается как просто торговая наценка. Так вот, если мы понимаем приращение капитала как торговая наценка, какие есть стратегии для того, чтобы улучшить свою позицию на рынке? Первая стратегия, она связана с тем, чтобы вводить новшества. Новшества что делают? Они дают эффект преимущества, связанный с уменьшением цены. Вот, и это преимущество, да, действует на рынке до тех пор, пока другие компании, которые конкурируются с данной, да, они не будут использовать это преимущество. То есть, таким образом можно увеличить свою прибыль, да. Это первая возможность. То есть, первая возможность, как бы, некоторые применяют некую новую технологию, как бы, эта технология уменьшает цену, как бы, и уменьшение этой цены дает, как бы, увеличение прибыли. То есть, в данном случае она выдает увеличение цены за счет некого преимущества, преимущественного положения на рынке. Вторая возможность. Вторая возможность, она связана с тем, что используют торговые марки. Торговые марки. Ну, вот, например, Apple, там, или Sony, да, а их товар немного дороже, чем аналогичный товар у других производителей за счет того, что предполагается, что у этих торговых марок как бы специфический товар, как бы, что в нем заложены какие-то специфические технологии, да, как бы, и они имеют определенное какое-то особое качество, да. И вот за счет торговых марок, опять же, можно повысить торговую наценку. Можно, опять же, повысить. Какие еще преимущества можно... Какие еще преимущества существуют на рынке? Существуют на рынке некие ниши, да, вот, ниши. Эти ниши связаны, допустим, с тем, как работает, вот, какую нишу заняли, допустим, социальные сети, да. Вот Facebook вдруг выстрелил, и там за какое-то там незначительное количество времени их компания уже оценивает 100 миллиардов долларов, да. Как это возможно? В представлении марсовской модели это никак не возможно. Это возможно только потому, что в представлении марсовской модели рост компании связан с сложенным трудом, да. А в данном случае он связан не с сложенным трудом, да, а связан с занятием ниши. В общественном укладе существует какая-то ниша, как у себя в социальной сети, она востребована, да. И эта востребована социальной сети возникает как возможность, да. Эту возможность используют капиталисты, и, соответственно, ее монетизируют, да. И вот, опять же, получается возможность прирастить деньги. Существует еще возможность использования более дешевого труда, то есть экономии всяческого рода Но мы сейчас эти возможности рассматривать не будем Мы лучше обратили внимание на то, что в данном инфляционной экономике не возникает кризисы перепроизводства, связанных с перепроизводством товаров Почему? Потому что мы в свое время, когда в 1929 году в Америке был кризис, пытались понять, как был классический кризис перепроизводства товаров Пытались понять смысл этих кризисов И обратили внимание, по-моему, этот доклад взял Кейси, на то, что этот кризис связан с тем, что покупательная способность людей не обеспечивает рост производства Потому что она очень сильно отстает от предложения товара И в силу этого постоянно возникает, в определенном стечении обстоятельств, в определенный момент возникает кризис перепроизводства товаров И поэтому для того, чтобы обеспечить рост экономики, необходимо постоянно обеспечить рост покупательной способности денег Каким образом это делается? Это делается следующим образом Во-первых, выплачивается вся зарплата Во-первых, зарплата При капитализме в марсовской модели капиталист был заинтересован всячески зарплату понижать Для того, чтобы извлечь больше прибыли И вообще у него зарплата была функцией количества людей, которые участвуют в производстве В данном случае зарплату выплачивается, наоборот, повышает Повышает зарплату Или доводит ее, по крайней мере, до такого состояния Когда вот эта наша дельта В, которая связана с прибавочной стоимостью, равняется нулю То есть выплачивает полностью всю заработную плату, которую заработал рабочий То есть никаким образом не ворует его время Это первый момент Второй момент связан с кредитами То есть кредиты обеспечивают увеличение покупательной способности С одной стороны А с другой стороны, они тоже чреваты Потому что фактически человек продает доходы будущих периодов Которые еще просто ничем не обеспечены И поэтому современные кризисы, они все связаны, уже являются не кризисом производства товаров Они все являются кризисом финансов Потому что, собственно, вот Всего вот этих вещей, да, как бы И всего того, что это можно обеспечить только инфляцией Никаким другим способом я это показал, да Только инфляцией можно обеспечить Всего этого современная экономика является инфляционной Причем, как бы, тут существует неравенство развития разных государств Одни государства обогнали, другие, да И они импортируют, вот как Америка и Европа импортируют свою инфляцию вовне Они экспортируют свою инфляцию в другие страны За счет этого получается, что одни страны богатеют И тем более больше богатеют, а другие страны беднее Причем все проблемы, связанные с инфляцией, допустим, в Америке Все эти проблемы переходят на другие страны Если наша страна занимается тем, что она держит доллары в центробанке И более того, как бы, девальвирует свою валюту То это означает, на самом деле, не что иное Как она, что она решает проблемы инфляции Которые постоянно производит Америка То есть мы должны были бы, наоборот, стараться свою валюту экспортировать Для того, чтобы обеспечить инфляцию, которая существует у нас А мы, наоборот, ее импортируем, эту инфляцию И этим самим раздавливаем свою экономику Потому что экономика, как я уже показал, она растет только благодаря тому, что существует инфляция Причем, естественно, гиперинфляция, она любую экономику уничтожает И речь идет о некой приемлемой инфляции То есть должен быть некий приемлемый рост вброса денег Для того, чтобы обеспечить покупательную способность Покупательную способность покупателей Вот конечник, как я показал Если эти конечники покупатели не будут добрывать достаточно много денег Они не смогут купить определенное количество товаров И экономика, собственно, не будет работать Потому что вся экономика работает именно на конечниках покупателей в итоге. Ну и теперь несколько слов в свете вот этих моделей, в отношении критики модели Марса. На самом деле, Марсовское представление Марса о том, что прибыль или увеличение капитала неоткуда взяться, кроме как, ну если так говорить словами, кроме как утаивание части зарплаты рабочего, там воровства этой зарплаты, там можно по-разному это трактовать, может быть сам капиталист этого не понимает, но тем не менее это случается, на самом деле это можно объяснить другим способом. В Марсовской модели, конечно, объяснить это по-другому невозможно, но в некотором отношении, вот как показывает дальнейшее развитие экономики, представление Марса, некоторые представления Марса, они являются просто неверными. Но первое представление, оно связано с тем, о природе денег. Марс на самом деле понимал, что природа денег, это связано с тем, что они выполняют функцию некого эквивалента, функцию накопления богатства, функцию, ну и другие какие-то функции, сейчас мы этот вопрос обсуждать не будем. Важно, что он считал, что эти деньги, они привязаны к какому-то товару, допустим, к такому товару, как золото. И он не понимал, ну не только он не понимал, а вообще политэкономия времени, его не понимали, что можно деньги отвязать от золота, и тогда деньги представляют собой некую чистую эквивалент, который можно печатать в некотором свободном плавании. То есть можно производить такую вещь, как инфляция, и тогда возникает совсем другая экономика. Это первый момент. Второй момент. Он связан с тем, что как Маркс понимает абстрактный труд. Дело в том, что Маркс доказывает, что все виды труда, они могут быть соизмерены друг с другом через стоимость. На самом деле, как показывает современная экономика, это не так. Есть несоизмеримые виды труда. И с чем это связано? Это связано с тем, что Маркс рассматривает рабочую силу как товар. А на самом деле на стороне рабочей силы находится человек. И как показывает, опять же, современное состояние экономики, человек может вкладывать свой труд в свое образование, в повышение квалификации, квалификации и прочее, и тем самым увеличивать стоимость своего труда, то есть стоимость своей рабочей силы. На самом деле, любой человек есть капиталист. Только капиталом является его способность. И он может эти способности совершенствовать, он может в эти способности вкладывать дополнительные какие-то деньги, время и труд, и тем самым увеличивать стоимость своего труда, которую он продает другому капиталисту. Иначе говоря, на рынке рабочая сила выступает не как товар, и вообще неправильно было бы говорить о рабочей силе. А на самом деле на рынке выступают капиталисты, различные капиталисты, которые конкурируют друг с другом за способ, каким они приращивают свой капитал. Владимир капиталом являются способности, у кого-то может быть и физические данные являются, у кого-то способности, ведь это же не только обязательно способности, связанные с квалификацией, это может быть и красота, и какие-то способности природные, которые можно монетизировать, и способности, связанные с преимуществом какого-то там положения и прочее, способности образования, туда включаются всевозможные способы, как и мы можем улучшить свою способность. Люди вкладывают деньги в свой внешний вид, вкладывают деньги в свое образование, иначе говоря, относятся к самому себе как к некоторому капиталу, который можно приращивать. Ведь они точно так же, это приращивание, этот же капитал монетизируют по формуле, который показывает сам Маркс, да, это вот деньги, товар, деньги, то есть, но в данном случае, как бы, деньги-штрих, да, но в данном случае, как бы, товаром уже выступает не товар, а способности. То есть, такие капиталисты вкладывают деньги в свои способности, и тем самым получают большие деньги, да, потому что они могут продать свой труд за большую стоимость. Иначе говоря, ну, если это так, то труд нельзя измерять с другим трудом. Почему? Потому что они несоизмеримы. Менеджер высшего звена, который получает там существенно больше, там, десятка, а то есть, сотни раз больше, чем какой-то простой рабочий, как бы, их труд не соизмерим, на самом деле, да. И более того, на самом деле, в такой системе, когда все являются капиталистами, и, собственно, во всей системе происходит конкуренция капиталов, да, ну, что-то еще надо было записать третий капитал, средства производства, да, там. Просто видов капиталов, просто есть различные виды капитала. То есть, капитализм есть некая система, в которой все становится капиталом, в котором капиталом становится любое преимущество. Преимущество, связанное, там, наверное, как вы говорите, с красотой, образованием, с возможностью, допустим, жить там в США, там, и прочее. И вообще любые возможности можно монетизировать, да, ум и прочее. Вот эти возможности, которые можно монетизировать, представляют собой те возможности, которые используют такие капиталисты, как отдельные люди, если они не имеют других возможностей, да, если они не имеют средств для производства. И поэтому система капитализма, это и система, в которой конкурируют все капиталисты. За что же они конкурируют, да? Они конкурируют как раз за те деньги, которые есть у потребителей. То, что те деньги, которые можно получить, это есть не что иное, как вот эти деньги потребителей. Вот, деньги потребителей. Причем эти деньги имеют определенного рода какую-то, ну, конечную величину. И вот конкурируют капиталистов идет за то, чтобы вот эти деньги получить какую-то долю, да? Поскольку экономика инфляционная, то на самом деле вся прибыль является прибылью, либо, ну, если прибыль связана с преимуществом, то это всегда связано с тем, что кто-то больше получил, а кто-то меньше получил. Поэтому прибыль связана с преимуществом, можно не учитывать. Она там, в общей системе экономики, она взаимно друг к другу погашает. Поэтому вся прибыль есть не что иное, как инфляционная прибыль, да? И получается, что в относительном, в каком-то отношении все как бы постоянно проигрывают на величину инфляции. Ну, допустим, инфляция у нас 3%, допустим, да? И капиталист проигрывает, у него капитал уменьшается в процессе времени на вот эти 3%. Ну, как бы, каштри у него равняется там. И какой-нибудь рабочий, да, его зарплата тоже уменьшается на эту, на эти 3%. Ну, поскольку, ну, в абсолютных цифрах, как бы, капиталист выигрывает по отношению к рабочему, да? То есть в относительном они проиграют одинаково, а в абсолютном, превращение капиталиста, денег капиталиста больше, чем у рабочих. Кроме того, что у капиталиста... Я выделил здесь рабочего для того, чтобы показать, что, допустим, предположим, что есть какой-то рабочий, да, который деньги свои не вкладывает никуда, а эти свои деньги просто сохраняет, да? Тогда он просто, капиталистам вкладывает деньги, постоянно происходит некий оборот, да? Постоянно происходит увеличение его денег. А рабочий, он просто теряет деньги. И получается, что это, получается, что современная экономика, это можно представить как некий общий налог, прибыль, общая валовая прибыль по экономике. Это есть некий общий налог на общество, да, вот все это общество выплачивает капиталистам прибыль для того, чтобы обеспечить вообще, как бы, возможность роста экономики. То есть мы на самом деле платим этот налог, если так можно выразиться, для того, чтобы экономика прирастала. За счет чего экономика прирастает? Экономика прирастает за счет труда, да? Потому что каждый раз капиталист обеспечивает возможность в принципе работы, да, он обеспечивает возможность прикладывать труд, обеспечивает возможность повышения валового продукта. Потому что валовый продукт каждый раз повышается. Но капиталисту нужно обеспечить увеличение его денег. И вот это увеличение денег, есть некий налог на общество, который общество выплачивает. Ну и потребители, конечно, выплачивают капиталистов. Ну и, наконец, третья вещь, которую хотелось бы сказать, она связана с тем, что почему-то Маркс рассматривает цепочки, товар, деньги, товар. И там цепочки, деньги, товар, деньги, штрих, да, скажем. Он рассматривает их обособленно. Говорит о круговороте, это как о товарном обороте, а это как о капиталистическом обороте. Но на самом деле, если мы смотримся в то, как работает система, то в системе реально существуют бесконечные цепочки. Товар, деньги, товар. Где товар и деньги постоянно меняют свою форму. И в такой цепочке бесконечной можно выделять отдельные цепочки, связанные с товарным обменом, и можно выделять другие цепочки, да, связанные с денежным обменом. То есть, иначе говоря, сам круговорот денег, он не является чем-то таким загадочным, он просто является выделением в общей цепочке отдельной составляющей. Важно, что капиталист, важно здесь, в чем состоит. Вот это что такое приращение этого денег, да, теперь, если рассматривать это с позиции современной экономики. Это не что иное, как бы, а вот тут, как тот бонус, да, который заставляет капиталисты вообще вкладываться во что-либо, да, который заставляет его работать. Потому что он должен понимать, зачем он все это делает. Вот, для того, чтобы это понять, давайте обратим внимание на социалистическую систему. Как же происходит получение прибыли в социалистической системе? Вот, допустим, у нас теперь социалистическая система, и капитал у нас был С плюс В, да, вот первая составляющая. А второй составляющий капитал будет С плюс В, опять же, да, а поскольку у нас дельта В равняется нулю. То есть отсутствует плакация. Получается, это простое воспроизводство по марсу, и такая экономика непонятно как может жить, поскольку как она может расширяться, потому что расширяться может только за счет вот этих денег, да. Расширение невозможно. В инфляционной экономике, да, где постоянно есть прибыль, да, это расширение возможно. Здесь расширение невозможно, потому что вся затраченные деньги перешли на товар, как бы, да, и мы получили просто отсутствие прибыли, мы не можем как бы расширить производство и тем самым как бы расширять экономику. Для того, чтобы это можно было делать, необходимо, это можно делать единственным способом, либо мы опять вернулись к теме эксплуатации, и об этом писали отдельные авторы, да, французские авторы писали о том, что в социалистической системе есть не что иное, как опять же система эксплуатации, поскольку, опять же, возникает вот эта Дель-ТВ больше нуля, да, либо этим, либо вторым способом, как мы говорили, либо надо ввести инфляционную экономику, инфляционную экономику. То есть никаких других возможностей не было. И на самом деле наша система, она работала вот в таком режиме, то есть она работала в режиме государственного капитализма. Потому что вот эта вот составляющая прибавочной стоимости, она точно так же, как и в капиталистической системе, она боролась из того, что если считать, что как бы Советский Союз все-таки существовал, если считать, что у него не было инфляции. Да, но на самом деле инфляция была, и поэтому тут как бы, видимо, надо говорить о том, что существовало, на самом деле правильнее говорить, наверное, о том, что существовало оба возможностей. И существовала частичная эксплуатация, и существовала инфляционная экономика. Ну и последняя тема, которую хотелось бы просто обсудить. Эта тема проблемная. Вот представим, что мы имеем полностью роботизированные производства. Такие сейчас производства существуют, где почти несущественна работа людей. То есть она почти незаметна. То есть, допустим, огромное производство, там вложено по сравнению. Ну вот, капитал вложен, давайте просто напишем это, плюс В, причем В намного меньше, как существенно меньше, чем С, и поэтому мы называем его полностью роботизированным производством. Производство роботизированное. В этом роботизированном производстве превращение капитала уже нельзя рассматривать в виде превращения, ну вот если брать, в виде превращения переменного капитала, да, и вообще надо было бы рассматривать его следующим образом, что С плюс В плюс дельта, связанная с наценкой, потому что иначе никаким образом мы не можем превращение понять, потому что у нас как бы В намного мало, и поэтому вообще можем все это записать в виде того, что К у нас равняется некой С, а К' равняется С плюс дельта Д. То есть это связанная с наценкой. В чем состоит проблема роботизированного производства? Что роботизированное производство невозможно понять в системе марсовской системы. Почему? Потому что здесь вообще отсутствует как бы труд рабочих, да, и поэтому получается, что она невозможна в системе экономики, которую описывает Марс. Ну, это некая проблема. Но почему тут, собственно, проблема состоит? Да, как бы. Проблема состоит в том, что представим, что робот полностью заменяет человека, что робот равен человеку. В таком случае, когда мы говорили о человеке, имелась возможность присвоить его труд, да, он может было бы заплатить меньше. А каким образом присвоить труд? А труд робота мы присвоиваем полностью, и поэтому все, что связано с трудом робота, как бы переходит на стоимость товара, то есть вот как она просто содержится в этом постоянном капитале, да, и она полностью переходит на стоимость товара. То есть, иначе говоря, используя робота, мы можем только понизить стоимость продукции. И в марсовском понимании, понимании в системе, которую описывает Марс, такое производство, как я уже сказал, просто невозможно. Это либо, этот вывод является либо критикой марсовской системе, либо, если считать, что все-таки система Марса описывает действительно реальное состояние экономики при том капитализме, там, 19 века, в котором сам жил и творил Марс, то тогда получается, что тот капитализм не имел возможности, на самом деле, так развиваться. То есть, и для того, чтобы промышленное производство так бурно начало развиваться, потому что промышленная революция, связанная с техническими нововведениями, введениями новых технологий и прочее, могла существовать, необходимо было обеспечить именно вот эту инфляционную экономику. Необходимо было отвязаться от золота, да, и обеспечить вот этот кредит, обеспечить, как бы, потребительскую возможность потребителям, да, покупать товары, да, обеспечить, сбалансировать, иначе говоря, поставленный дисбаланс производства товаров и возможности покупателей этот товар покупать. То есть, вот этот дисбаланс, который существовал в классическом обществе, да, и обществе, которое описывал Маркс, товара и покупательные способности не могут быть решены, потому что деньги были привязаны к какому-то товару, допустим, золоту. И только тогда, когда деньги стали печататься, как бы, и были отвязаны, как бы, от некого эквивалента, да, золотого, только в этот момент стала возможность обеспечить кредиты, обеспечить возможность, покупательную возможность покупать товары. Но тогда возникает уже финансовый кризис, да, на самом деле финансовый кризис просто есть иной кризис, иной способ, как бы, существования товарного кризиса. То есть товарный кризис, просто если мы решаем проблему с покупкой товаров, он просто перерастает в финансы. С точки зрения философии, здесь единственная возможность понять то, как работает современная экономика, это увидеть на самом деле функцию денег, которую приобрела как специфическую, которая имеет сейчас, в отличие от времен Маркса, специфическую функцию. Она эта функция обеспечения прибыли. А если вся прибыль является инфляционной прибылью, прибыли в сдутии, то на самом деле неизбежно в финансовой кризисе, которые нас постоянно посещают, эта вещь тогда будет неизбежной. Потому что неизбежно каждый раз этот пузырь инфляционный, она же будет как-то сдувать. И это возможно либо в двух случаях, либо если какая-нибудь передовая экономика, типа американская или европейская, живет за счет экспорта своих денег, то есть они как бы живут за счет того, что они богатее за счет объединения других стран. Это первая возможность. А вторая возможность, она состоит в том, что рано или поздно должно происходить некое банкротство каких-то структур. То есть должен происходить вот этот вот слив этих денег. То есть кто-то должен в конце концов заплатить. Как правило, это платят какие-то там либо отдельные коммерческие структуры, либо это все общество в целом. Получается, что так. Но вот в этом вывод есть некий странный вывод. Получается, что экономика, она как бы есть некая неразумная вещь. Ее невозможно организовать разумно. Потому что разумно ее можно организовать только на том основании, что не будет никакой прибыли. То есть что-то при вращении денег, оно исчезнет. Но если оно исчезнет, тогда исчезнет возможность расширения капитала. То есть расширение производства. Чем тогда будет смысл? Тогда человеку, человеку уже нужно морковку показать, для того, чтобы он что-то начал делать. Морковка здесь состоит в том, что ты вложишь деньги и получишь больше денег. И причем она, вот мы сейчас, допустим, деньги стали стоить денег. Да, я об этом, кстати, не говорил. У нас есть банковский процент, банковский, да, который больше ставки рефинансирования. Ставка рефинансирована. Ну и есть какая-то еще ставка, типа ставка ФРС, да. Это как бы, поскольку американская экономика является ведущей экономикой, да, и она определяет всю инфляцию, которая существует в мире. И как бы вот ставка ФРС, ставка ФРС, она определяет, как бы, ту инфляцию, которая существует в мире, в принципе. Да, и вот существует, как бы, банковский процент, и как бы существует какая-то средняя прибыль. Ну, там, по отраслям она разная или нет. Но в любом случае получается, что деньги стали стоить денег. То есть деньги что-то стоят. Это, то есть деньги превратились, деньги что-то стоят. Дело в том, что деньги превратились в некий товар, сами превратились в товар. Причем товар, они превратились, ну, естественно, стоимость этого товара, она дороже, чем номинал самих денег, что вот, и дороже они на тот вот, например, банковский процент, да, это раз. А во-вторых, на самом деле, почему они стали товар, почему у них появилась некая вот потребительская стоимость. Это ведь странно, да, она появилась только благодаря тому, что существует вот это вот движение, да, от денег к большим деньгам. Только благодаря вот этому движению, что вот дельта увеличивается, что деньги являются способом, каким мы можем заработать больше денег. У нас деньги становятся неким товаром, да, который имеет потребительскую стоимость, да, приращивать деньги. И существует банковский процент. Но самое интересное, что этот банковский процент сам может существовать только благодаря тому, что существует инфляционная экономика. Потому что банковский процент, как в системе капитализма Маркса, он является просто перераспределением, опять же, вот той прибавочной стоимости, связанной с... которая производится на производстве благодаря присвоению части труда рабочего. То есть она просто по системе как бы перераспределяется. А здесь банковский процент, поскольку вот это... Поскольку нет никакого обмана, да, поскольку рабочим платят все равно столько, сколько он заработал, как бы, он связан с тем просто, что существует общая инфляция. И, собственно, банковский процент и вообще все эти ставки, они вот и есть показатель того, что представляет собой инфляция. Что тут еще существует одна особенность, которую я тоже забыл высказать. Дело в том, что товары, конечно, в цене могут падать, но за счет введения набитных. Но, тем не менее, как бы, за счет общей инфляции, как бы, товары в цене как бы растут. Получается, что тут есть некоторые два движения. Одно движение связано с тем, что товары массового спроса все в цене более-более падают, ну и не только массовый спрос, как бы, все более доступными являются, да, и мы, как бы, увеличиваем качество своей жизни. А с другой стороны, чтобы постоянно обесцениваться все наши накопления, да, если мы их не тратим. Получается, есть некое, как бы, стимулирование, да, населения для того, чтобы они тратили свои деньги. Поскольку население чувствует, на самом деле, что их средства постоянно обесцениваются, обесцениваются, вот, например, как в нашей стране, да, то это побуждает население вступить в систему потребительского общества. В потребительском обществе, как бы, в потребительском обществе, деньги перестают иметь смысл, ну, как бы, в развитом потребительском обществе, деньги перестают иметь смысл накоплений, и постоянно речь идет о том, как я вот уже говорил, что все стали капиталистами, что деньги нужно вкладывать. И вкладывать их нужно постоянно либо в товар, либо в недвижимость, какие-то блага, потребительские стоимости, либо в производство, либо в банк под процент или куда-нибудь еще. Иначе говоря, постоянно должна быть работа с деньгами. То есть сами деньги перестали быть целью, поскольку неправильно в инфляционной системе накапливать деньги. Правильно было бы эти деньги либо крутить постоянно, либо закупать на них товары. Но это проблема современного общества. Куда девать деньги? Обеспечить спокойно жизнь своей, жизнь своей семьи и использовать излишек для потребления. Плюс еще и существуют кредиты. Кредиты позволяют продавать также будущие накопления, доходы будущих периодов. И тем самым жить уже сегодня в достаточном комфорте. Но это особенно развито в развитых странах. У нас эта тоже система вводится. И эта система просто обеспечивает постоянный рост производства. В силу того, что постоянно растет спрос. За счет спроса растет, спрос обеспечивает предложение. Ну вот, например, как сейчас у нас на рынке недвижимости. Идет рост благодаря ипотеке. То есть кредиты обеспечивают постоянный стабильный спрос на рынке жилья. Продолжение следует...